Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем наши беседы-лекции на книгу «Бытия» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И с вами сломан сегодня я, Сладков Андрей Иванович, декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета. На прошлом занятии мы с вами рассмотрели первую главу книги «Бытия». Эта глава рассказывает о творении Богом этого мира и заканчивается и увенчивается все сотворением человека. Коснулись очень важного вопроса о том, что такое образ и подобие в человеке. Образ, было сказано, это душа бессмертная, которая дана человеку. «Подобие» — это то состояние, в чем человек, как творение Божие, должен был возрастать в Боге, дабы уподобиться Богу. И вторая глава нам более подробно рассказывает о том, как Бог творил этот мир. Некоторые люди спрашивают, а откуда вы это все знаете, что, как это все творилось, кто это видел? Это было показано Моисею. Сказано, что в Священном Писании писалось пророками Божиими, будучи движенным Духом Святым. Моисею было открыто Духом Святым то, что он записал в Божественное Откровение. Представьте себе, какой чести этот человек, муж Божий, удостоился от Бога. То, что мы читаем, он это все видел. Как Бог творил этот мир. Ему было все показано в таком богооткровенном видении. И вот мы читаем далее. И здесь очень мало во второй главе, в частности, и вообще в книге «Бытия» очень мало говорится о сотворении мира невидимого. Но на самом деле только лишь одна строчка, на которую обращают внимание отцы и церковь, свидетель Анат Златоуст, например, что одна строчка второй главы первого стиха так и сказано. Так совершены небо и земля, и все воинство их. Вот обращается внимание на это слово «все воинство их» имеется в виду ангелы, архангелы, весь мир небожителей. Почему это так? Ну, такова была задумка Божия для того, чтобы обратить наше внимание сначала на мир видимый, который нам доступен, и уже через созерцание, возможно, через этого мира, потом уже приходить к более таким высоким постижениям духовного мира, мира ангельского. Ну, возможно, так. Итак, глава вторая. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его». Многие спрашивают, что Бог нуждается в каком-то отдыхе, что сказано «почил». Ну, конечно, нет. Здесь есть такое уже понимание отцов церкви, когда сказано о том, что в Священном Писании о том, что у Бога есть руки, ноги, глаза. Это все так называемые антропоморфизмы для того, чтобы нашему человеческому сознанию было понятно представить, что это сделано как-то Богом и Его волей, и Его желанием. В этом смысле много можно встретить, как я уже сказал, антропоморфизмов. И в самом последнем, то, что сказано, самое последнее, что сказано в Евангелии о Боге, как Он преломил себя по отношению к человеку, то есть то греческое слово, которое есть слово оригинала кенозис, то есть Бог стал подобен нам во всем, кроме греха. То есть сам Бога-человек сделался человеком для того, чтобы нам была понятна воля Божия о человеке. Итак, мы читаем далее. «И благословил Бог седьмой день и осветил его». То есть почему Бог благословляет седьмой день, и что это такое седьмой день? Седьмой день — это суббота. Первый день недели — это воскресенье. Бог благословляет седьмой день, потому что это памятник творения. То, чтобы мы, как православные люди, помнили о том, что Бог завершил дни творения именно в седьмой день, и что Он является творцом и промыслителем этого мира. Но, к сожалению, есть такая вот организация адвентистов седьмого дня. Они говорят о том, что уже и после воскресения, о том, когда Христос воскрес, надо почитать седьмой день, то есть памятник творения. Не думаю, что это совсем правильно. Потом надо сказать, что адвентист седьмого дня всю свое такое вот ложное, в общем-то, богословие выстраивает против западного богословия римокатоликов. Поэтому нужно сначала познакомиться с православным богословием. Православное богословие традиция никогда не упраздняла и не отрицала дня субботнего. Всегда почитался день субботний, но воскресный день праздновался, как победа в этот день, совершенный Христом, крестом на кресте, победа над смертью. Поэтому субботу мы чтим как памятник творения, а воскресенье празднуем. Об этом нам даже говорит и апостол Павел. Он пишет так во втором послании Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Кто во Христе, тут новая тварь, прежнее прошло, теперь все новое». То есть по-другому будет звучать так. «Кто во Христе, тут новое творение, прежде прошло, теперь все новое». Поэтому день покоя мы теперь находим именно в воскресенье, то есть во Христе. Христос так нам и говорит, и призывает нас. «Воспридите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим». Далее мы читаем с вами, что вот происхождение неба и земли. Четвертый стих при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. И всякий полевой кустарник, который еще не был на земле, и всякую траву. И далее шестой стих, на который я бы обратил внимание, сказано, что «ну пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Для нас это важно будет, когда мы с вами особенно будем рассматривать изменение климата после потопа, после этой катастрофы, которая произошла на земле, что до потопа земля орошалась паром. То есть то, что сегодня ученые правильно, некоторые исследователи добросовестные, называют парниковым периодом. Он действительно был, и шестой стих, здесь ярко его выражает, так и сказано, «ну пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Люди еще не знали тогда, пока Бог не наклонил землю на оси ее на 23,5 градуса, то они еще не знали о том, что такое дождь. Поэтому, когда мы с вами будем рассматривать историю о потопе, увидим, что люди поражались тому явлению, о котором им говорил, что оно будет пророк Божий Ной, строитель ковчега. Ну, сейчас пока вернемся ко второй главе. Это так, небольшие прологи, для того, чтобы могли понимать, о чем дальше мы с вами будем рассматривать и в каком русле все мы это будем так или иначе исследовать. 7 стих «И создал Господь Бог человека, и с праха земного вдумал в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Мы видим, что особым образом здесь уже рассказывается, если в первой главе нам было только сказано о том, что сотворил Бог человека по образу и подобию, здесь уже детально рассказывается, на чем строится, в общем-то, православная антропология, учение о человеке, о том, как Бог творит человека. «Взял прах, дунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою, то есть вот жизнью, нефешем тем самым». Дело в том, что в еврите есть три понятия слова «душа» — нефеш, нешама и руах. И вот есть такая же опять организация, свидетели Иеговы, которые запутались в этом вопросе, и они говорят о том, что нельзя делать переливание крови, которое так необходимо. Иногда бывает для спасения жизни человека. Я знал не один случай о том, когда старейшины этой организации запрещали переливание крови ребенку, например, который попал в аварию, и он погибал. И здесь это заблуждение состоит в том, что слово, вот, например, нефеш, оно всегда относится к пониманию бессмертной души. Нефеш всегда относится к пониманию вот того, что человек — это вот жизнь. Нешама всегда к пониманию бессмертной души. Нешама. А руах — это то, что Господь дунул в дыхание жизни и стал человек душою живою. Поэтому к человеку, вот, как к образу Божию, то есть к его бессмертной души, как к образу Божию, никогда не относится слово нефеш. Это, скорее, просто жизненная какая-то вот, когда человек стал душой живой, он стал уже вот и душа, и тело в некой такой полноте. Стал человек душой живой. Поэтому, когда мы еще будем об этом разговаривать, тоже, когда увидим, и когда Ной выйдет из ковчега, там было, да, Ной будет вкушение уже и рыб, и мясной пищи, но будет запрет на вкушение крови. Запрет, в общем-то, правильный. Но душа, действительно, вот этот нефеш, она содержится в... Понятие это содержится в животных, но не в человеке. То есть нефеш всегда пашти относится к животным, что душа их в крови. А нашама, слово, относится к душе бессмертной человека. Вот если насколько можно так филологически чуть коснуться этого вопроса, но я думаю, что он не праздный и нуждается в нашем таком исследовании и внимании. Далее, и произрастил Господь Бог из земли всякое древо, приятное на вид, и хорошее для пищи, и дерево жизни. Мы видим, что Бог уже творил, сотворил этот мир растений. Ну, здесь просто идет такое вот как бы более подробное разъяснение о створении человека, произрастании некоторых древ. И из Едема выходила река, да, и было дерево посреди рая, познание добра и зла. Далее говорится здесь географически, где все это находилось, несколько стихов до 15-го. 16-й стих говорит, что Я хочу обратить наше с вами внимание на 16-й и 17-й стих. Очень важный. Потому что Бог говорит о том, что нельзя есть от древа познания добра и зла. Конечно же, мы не должны понимать о том, что здесь идет речь о буквальном таком вкушении от древа познания добра и зла. Нужно также помнить, согласно учению отцов, в котором, в общем-то, здесь в этом вопросе консенсум патрум, что, то есть согласие отцов, то, что природа человека до его отпадения от Бога, она была другая. Она изменилась после отпадения человека от Бога. Ну, если так можно, как сказать, она была подобна, что ли, ну, ангелам его физиологии, была другой. Поэтому не может здесь идти речи о прямом вкушении от этого древа познания добра и зла. То есть то, что мы сегодня понимаем, что-то взял и съел. То есть вкусить — это значит попробовать, это значит пустить нечто в свою жизнь и руководствоваться этим в своей жизни. Поэтому здесь было предупреждением, что пока человеку нельзя до определенной меры возраста, в чем состояло его и подобие, нельзя человеку было до определенной меры духовного возраста понимать о том и испытывать в своей жизни, что такое добро и зло. А зло уже произошло во Вселенной, произошло уже в мире ангельском, но пока это зло еще не было допущено в мир человеческий. И человеку неполезно было знать. Поэтому Бог сохранял человека. Он не мог его лишить свободы и сказать, что нет, этого не существует. Это есть. Ангел уже отпал. Да, Деница Зари. Об этом сказано в книге Изекииля, 28 главе, что Деница Зари по тщеславию от красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего, как сказано, ты погубил мудрость твою. От падения произошло. И Богу, скажем так, нужно было об этом сообщить человеку. Но пока еще было рано. Пока еще человек не укрепился в Боге. Как бывает в нашей обычной жизни. Ну, нельзя человека, например, первоклассника, сразу там заставить сдавать ИГЭ. Или сразу его отправить куда-то на работу. То есть нужен или младенец, например, рождается, ну, нельзя ему сразу сухарь давать. Он подавится. Ему нужно сначала чистое словесное молоко. То есть вот ему нужно сначала молоко обычное. Сначала грудное, потом если там дополнительное питание. Так и в жизни и в возрастании духовном. Человек сотворен по подобию Божию. Это возрастание должно было проистекать постепенно. Итак, что же дальше? Мы с вами, вот это важно было здесь нам с вами сказать. Потому еще важно заметить, что Бог говорит, что не ешьте. Но не говорит он ничего о том, что нельзя к этому дереву даже и прикасаться. Это тоже важно, когда мы будем с вами рассматривать третью главу. Не говорит он, что нельзя прикасаться. Только нельзя вкушение. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворимому помощника, соответственно, ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых, птиц небесных. Но, как сказано, что не нашлось человеку помощника. В 20 стихе сказано, и нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Интересно, что, так вот я точно помню, по-моему, Геродот все же это говорит, греческий философ, о том, что, когда у него спрашивают, кто был самый мудрый человек на земле, то Геродот отвечает, самый мудрый человек на земле был тот, кто дал всему имена. И вот это был Адам. Это была целая процессия, когда Адам сидел, я представляю, и к нему приводил Бог всех животных, птиц, и он всем нарекал имя. Привели заяц, он говорил, заяц. Еще не было понятно, как назвать этого животного. Привели лису, он сказал, лиса, медведя, медведь, там, птицу какую привели, там, птица такая. То есть самый мудрый человек был, действительно, это Адам. Природа человека, как я уже и сказал, она отличалась от той, которую мы унаследовали сегодня в результате той катастрофы, которую мы рассмотрим, произошла в начале человеческой истории. Итак, не находится помощника, не находится помощника Адаму, подобного ему, потому что звери и птицы не были сотворены по образу и подобию Божию. Поэтому сказано, не нашлось подобного ему, уже подобного человеку, который был сотворен по образу и подобию Божию. Поэтому мир животный и мир человеческий, вспомним Ребеку Канн, ее исследование в области ДНК, невозможно, говорит, перехода ДНК человеческого в ДНК животного. Совершенно это разные структуры. Смерть произойдет неминуемо, сколько бы лет, миллиардов не происходило. И далее мы видим, и навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. Создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку. Почему именно из этой части тела Господь создает женщину? Ну, я скажу, семинаристы шутят так, они говорят, что это единственная кость, где нет мозга. Ну, я с ними не согласен. Скорее всего, это они так думают, пока у них еще такая строгая дисциплинарная система. Да, можно сказать, мужской коллектив. В нашей семинарии это как военное училище. На самом деле, если опять обратиться к отцам церкви, и даже можно к языку оригинала, то сказано, что Бог берет часть от человека, которая самая близкая, из центра, самая близкая к сердцу человека. И создает из этой части плоти человека помощника, соответственно, ему. На самом деле, здесь мы встречаемся с первым поэтическим эпосом в Священном Писании. Адам начинает читать стихи, когда увидел Еву. И в этом смысле не надо удивляться, когда, особенно по весне, молодые юноши начинают ухаживать за девицами, начинают им петь песни под гитару, читать стихи, писать какие-то любовные, может быть, поэтические, такие красивые прозы. Все это результат того, что человек произошел от одной пары людей, как об этом теперь уже научно утверждает Ребекка Канн, доктор биологических наук, о чем мы говорили в самой первой лекции введения. То есть это присуще самой природе человека. Мы видим, что он восхищается плоть от кости, да, кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа, потому оставит человек отца и мать и так далее, и прилепится к жене своей. Но мы увидим в дальнейшем, вот он читает стихи, но мы увидим в дальнейшем, что произойдет с человеком, и что произойдет с этой первой семьей, когда туда войдет грех, когда будет нарушена иерархия ценностей, иерархия взаимоотношений. Мы увидим, как изменится человеческая природа, и как уже будет говорить и отзываться Адам о своей жене, о жена, о нем. Но все это мы с вами рассмотрим в следующей нашей беседе, когда будем исследовать третью главу книги Бытия.